Если 11 часов еще можно назвать утром, то доброе утро. Мы только недавно встали. Как разбитые теперь. Надо было проспаться с первого раза, когда Настя Моха будил 8 часов, как мы и всегда встаем. Но погода не давала нам этого сделать. Позавтракали быстро невкусным омлетом, который я готовила. Вообще это не мой конек. Он получился какой-то деревянный, еще и пересолила его. Серега не дает, сказал, спасибо, я наелся. Но я спираю на то, что он был очень сытным, а не настолько невкусным. А то так у меня вообще желание пропадет готовить. Тимофей, сначала нужно помыть попу, потом гулять. Уже на улицу тянет. Надо его помыть, подмыть. Самой вот это устранить, а то я так не хочу идти. Пойдем, пойдем. Песел, ты сейчас сам лег. Ой, ты мой деловой. Стал вот так сам ложиться. Послушно, послушно. А кто шоколадный орубался с утра? Иди сюда. Пойдем в дус. Пойдем одеваться. Я уже вещи приготовила. Тимош, пойдем. В песочек там будешь играть с машинками, ведерками. Пойдем. Такой загадочный. На горке кататься пойдешь? Не. 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 Да, туда, на улицу пойдешь? Пойдем. Ну, давай, сам иди одевайся, я просто посижу. Вот упертый, вот копия Серега. Когда Серегу что-то просишь делать, он специально не будет делать. Когда его ничего не просишь делать, он сделает. Вот, вот, один в один. Куда мне надо лечь? Куда? Ага. Все, ложиться? Все, бай-бай. Тимош, а спать ложиться? Помаши сладких снов. Вот теперь я могу спокойно похвастаться своей дизайнерской задумкой и нашим классным балконом. Раз, два, три. Та-дам! Какой он криловый. Это вот евровагонка. Дерево называется сосна. Только эта стена будет деревянная и подобойник еще нужно будет доделать. А вот эти стены, там уже будут обои, которые вот я показывала в прошлом видео. Очень классное сочетание, на мой вкус. Черное, белое и дерево. Я в восторге. Серега, кстати, тоже доволен. Хотя поначалу, когда я сказала ему, что хочу вот сюда дерево, что? Вообще не понял, как это будет классно смотреться. Но я тоже тогда еще не определилась, что тут будет вагонка. Хотела дерево, но почему-то до нее я додуматься не могла. Мы даже ездили, присмотрели USB материал, может кто знает. Он тоже бывает разных цветов. Уже все выбрали, решили. Серега посмотрел, в принципе, говорит, да, неплохо будет. Потом с Тимохой гуляли, мимо одного кафе проходили, там вот обшивали вот этой вагонкой. Я думаю, классно, но, наверное, это труба, дорогой материал. И не пошла спрашивать. А потом есть одна моя хорошая знакомая, Ксюха. У меня с ней вкусы совпадают. И вот я ей отправила, говорю, вот так хочу сделать. Она говорит, ну да, ничего так. И отправила мне тоже дизайн вот с этой вагонкой. Она говорит, вот так еще классно. Я думаю, может правда надо пойти узнать. Вот мы с Тимохой пошли, спросили. Она не такая уж и дорогая, но тоже не дешевая. Это среднего качества. Есть прям еще подешевле, но там дерево плохое со всякими сколами, трещинами. А это, ну, нормально. Не дешево и не дорого. И красиво. Какой запах стоит классный. Вчера Сёга в подъезде распиливал размеры. И на первом этаже пахло деревом. И дома пахнет. Ну, не знаю, надолго этот запах сохранится или нет. Потому что ее сверху нужно будет покрывать защитным каким-то колером или лаком. Но лаком не хочу, чтобы блестело. Я хочу, чтобы оно было именно вот такое матовое. Но подружка говорит, что лак есть матовый. Не знаю, надо будет потом дойти до комфорта, посмотреть. Но так мы в восторге. Еще и по мелочи надо будет доделать. Тут тоже я одну штучку прошу Серегу сделать. Он сказал, пока не обещает, но должно получиться классно. Он должен согласиться. И вот ручку еще дверную надо будет поменять. Взять кусок, пойти подобрать под этот цвет. Я в восторге. Мне очень нравится. Классно. Я упустила, что у нас еще серые ролл-шторы. Хорошо сочетается. Но вот обои поклею. Не знаю, их потом красить колером или нет. Уже видно будет. Но так черное, белое, дерево и серое мне нравятся. Нет, классно же, классно, классно. Тут теперь надо все помыть, а то он как грязно. Вчера поленилась. Заправляю салат так называемый сэйвым соусом. Кстати, я всегда магий беру. Он самый вкусный. И масло. Я вот не помню, как это масло называется. Нам мама принесла. Очень вкусное. Не оливковое. Какое-то другое. Потом узнаю, скажу. И сисночные стрелки с мясом и луком. Молодой картошкой. Так, самое главное. Он вчера эту напивку сделал за часа два. Два с половиной это максимум. Раньше пришел с работы. Я ему слова не говорила. Взялся и сделал. Зато когда купил, я ходила, просила. Ну, пожалуйста, ну сделай. Пятьдесят отмазок. Выходной. Сначала нужно поклеить обои. Не хочу. Пятое, десятое. В чем вот этот его принцип, я понять никак не могу. И вот Тимоха растет вот точно такой же. Нелегко мне с ними. Все, поел? И разбилась. Плачет дед. Как дед плачет? Плачет баба. А баба как плачет? Беги отсюда! Один, два, три. Все, стоит на дорогах. Если можно, ты от Ахни ручки будут болеть. За ноги тогда надо тянуть, чтобы ноги были тянуть. Папа не гордится тебя, ты чё? Фу, а водичка кака, воняет! Ууууууууууууууууууууу. Если бы мне тогда сказали, где затру свои пятки, о чем буду писать в своих песнях, я бы сказал, не гоните ребятки. Если бы мне такое сказали В Луни-Несском лицее Пацану жизненной целью Изменился в лицее Я забыл составить планы Они не сбываются никогда Маме, ааа, вот это Ааа, аа, ты, асерый Забирай, больно Сейчас Тимур Забирай, больно